Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами её и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрительного канала. Сегодня на распаковке посылка из магазина F-магазин. Очередная катушка от Абу Гарсия. Люблю я эту фирму, не очень люблю её современное состояние. Абу Гарсия Max STX SP10. До этого, до недавнего времени вернее, катушки Абу Гарсии кардинал были как бы выше классом, а всякие там Максы были классом пониже. Почему-то всё перевернули шиворот на выворот и зад и наперёд. И теперь те же Максы оказываются зачастую более интересными катушками, чем катушки с названием кардинал. Сравнительно новая катушка, по-моему, появилась в 2021 году. Не очень много. Даже макулатуры положили мало. То есть гарантийный лист, взрывная схема, катушка в пакете, чехла опять не дали, шведские жмоты. В отличие от кардиналов недавних, у этой катушки рукоятка ввинчивается в ось с шестерами. Ну и там, соответственно, стальная ось, подшипники с двух сторон. Здесь, естественно, пробка. Довольно интересная, в смысле, интересная с точки зрения, наверное, только катушек Абу-Гарсье рукоять. Видите, не нравится мне эта конструкция. Не всегда попадает куда надо, потому что я перекручиваю на другую сторону, а там у них вечно... Тут, кстати, интересно, до половины резьба или всё-таки с двух сторон? Да, тоже так же, как у большинства. Довольно интересная ерунда получается, что если с той стороны мы заглянем, то там будет резьба до края, да, а с этой стороны до половины. Экономят, блин. То есть, соответственно, проще им делать, а мне труднее закручивать, потому что я ловлю, держа спиннинг в левой руке и крутя рукоятку правой. И это у большинства производителей так. Я думаю, только у каких-то определенных нет у всех, видимо, одно и то же. Довольно бодрое и красивое оформление. Серебристый корпус, чёрные вставки, шпули низкого профиля, ну, скорее, даже среднего профиля. Для тысячника довольно большой диаметр шпули. Сколько тут? 40, наверное, да? 40... Блин, стоять даже больше. 41 миллиметр. Так, жёлтый ролик. У других катушек я видел хромированный, у них здесь диаметр, правда, небольшой. Ну, будем считать, что это бронза. Удобные, но довольно нелепо смотрящиеся кнопы резиноподобного материала. То есть это пластик, но такой, чуть-чуть упругий. То ли резиной покрыта пластмасса просто. Насколько я помню, они не разбираются. Не знаю, сейчас попробую подцепить. Вообще можно разобрать, смотрите. Это М+. Так. Очень даже неплохо в этом. То, что я разобрать, можно и смазать, если что. Ну, или подшипники спереди, воткнув туда какую-нибудь втулку. Так, дальше. Нет стопора обратного хода. Вернее, он есть, и он неотключаемый. Он где-то там внутри присутствует. Так, давайте посмотрим, снимем шпулю, посмотрим конструкцию шпули. Традиционно неудобные, блин, эти крутилки фрикционного тормоза. Очень маленький диаметр фрикционных дисков по сравнению с самой шпулей. Но, зато выборка довольно большая внутри. То есть, шпуля относительно легкая. Нет балансировочного груза, зато есть наклейка Made in China. Вот вам и шведское качество. Так, блин, этих. Шайбы регулировочных две. Сколько я могу судить? Две? Две, да. Одна толстая, другая тонкая. Дополнительных не дали. Передатка 5,2 к одному. Подшипников всего шесть. Ну, всего, а целых шесть. Макс, Макс, СТХ. А где номер? Номер-то где? Десятка на самой шпуле. Обычный защип в виде пластиковой клипсы. И зато хоть под нее подкладку-прокладку подсунули. Профиля какого-то особого шпуля не имеет. Просто цилиндр. Но передняя... Передняя грань, передний бортик шпуля немножко отличный. Не просто треугольник, а какой-то с подвыпербом. Так. Давайте схему глянем. Чтобы все не курочить. Так, 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 так. Видим подшипник внутри ролика, что очень неплохо. Сейчас мы его и посмотрим. 18. Ну, вообще, написано. Ну, не написано болт. И сколько аж... Бу-бу-бу-бу. Четыре... Четыре диска в фрикционном... В фрикционном тормозе. Давайте проверим и то, и то. Так, что у меня тут под рукой-то хоть есть? Как обычно. Штангенциркуль не только для измерения, но для ковыряния. Кружина довольно мощная. На рыбалке такой фигню не занимается. Какой-нибудь улетит и все, и финиш. Замучаетесь выгибать. Такое. Та-4. Похоже, сухие. Блин, надо смазать. Экономные китайцы не смазали раз. Во-вторых, один диск получился с отгрызанным краем. Настоящее шведское качество. Ай-яй-яй. Так. Во всем виноваты шведы, конечно. А что ж они пью фишингу продались? Давным-давно. Так, 4 диска это неплохо, но неплохо бы их еще чуть-чуть смазать массовым. Иначе это не совсем то. Вряд ли они на сухую должны работать. Так. Опасно в лобешник так стрельнет. Так. Поправить. Все. Так, вес шпули. 37,4. Ну, не очень легкая, но она, говорю, диаметром приличная. Это скорее двухтысячник по диаметру шпули. Так, дальше. Что мы тут еще можем посмотреть? Ну, сам механизм. Ой. Вот вы приехали, называется. Клавиш это нет. То есть, если у вас там какие-то неудобства возникли, щелкнуть и открутить, подкрутить, вы ничего не сможете. Соответственно, придется только дужку откладывать. Вы видите? И как. Поэтому я не очень люблю отсутствующие, спрятанные стопы обратного хода. Он же есть. Сэкономили копейки, называется. Так. Давайте заглянем все-таки внутрь ролика. Обнаружен там подшипник. Скажем, ой, какие молодцы. На самом деле, у большинства бюджетных катушек Абу Гарси до последнего там стояли всякие, вернее, пачка, набор, наверное, лучше сказать, из двух бронзовых втулок сложной конфигурации, которые работали, скорее всего, лучше, чем подшипник. Так, по крайней мере, обслуживать их гораздо проще получилось бы их. Давай, откручивайся уже. А так все больше катушки напоминают обычные какие-нибудь китайские. Своё почти пропало. Да, подшипник есть. Один, но куда вам больше, конечно, один. Так. Ну, там еще фторопластовая шайба есть. Так что, смазать там тоже желательно. Все. Это вроде, это не вроде, а закрытый подшипник был. Но смазкой кашу не испортишь. В смысле, катушку. Давай, закручивайся. Длин, длинноходный какой-то винтик вообще на длинный-длинный затолкали. Так-то хоть крутится. Да. Крутится и профиль интересный роликом. Так, собираем все это дело обратно. Звук приятный, ход длинный, мусора много. Так. Ход довольно неплохой, но чувствуется, что где-то еще смазки не доложили. Но ход очень даже приличный. Так, давайте с люфтами разберемся. Продольный почти отсутствует, в роторе нет. В основном паре минимальный, но в рукоятке нет. Ну, и в кнопе практически тоже не ощущается. Он есть, но из-за того, что резиноподобный материал, соответственно, ничего не стучит. Ну и что, стали Максы лучше, чем кардиналы? Да, стали. Судя по этой катушке, да. То есть, своих денег стоит 100%. Единственное, что цена выросла заметно. Заявленный вес, давайте найдем, аж 212 граммов. Ну, блин, по диаметру шпули это двухтысячник. Простим. Шесть подшипников. Емкость шпули. Сколько у нас получается? Мона 0,2 140 метров. Довольно глубокая, я же говорю. Средняя такая, универсальная. Одну шпулю кладут, а дальше как хотите. Так, катушка довольно крупная, поэтому придется использовать посредника. Минусуем как пару, ой, этот, пару тару. Пара это будет посредник и катушка. Так, взвешиваем. 212,2. О, блин, не врут нифига. То есть, ну, чуть-чуть мои весы, наверное, врут. А так молодцы. То есть, вот, с весовой культурой у них все нормально. Чуть тяжелее, чем хотелось бы, но достаточно интересная катушка, на мой взгляд. Я не жалею, осталось пару под нее, конечно, подобрать. Потому что здесь и серебристые, и черные, и оранжевые. Ух, какой, какой надо спиннинг искать. Я люблю, когда в свет. Так, цену посмотрите по ссылке в описании. Цена, цены сейчас, конечно, не самая интересная. Но катушки все еще интересные. Все, всем пока.